В детской школе искусств из кабинетов привычно доносятся мелодии музыкальных инструментов. На этом фоне значительно выбивается звучание флейты из малого зала, в котором собрались учащиеся из разных городов Подмосковья. За два дня мастер-классов ирландского музыканта Гаррета Маклернена свою игру смогли разобрать и улучшить более 10 юных исполнителей. Для этого в школе созданы все необходимые условия. Гаррета очень такой дружелюбно настроенный человек. И, конечно, школа наша его очаровала, и она не может не очаровывать. Все представители, которые попадают к нам в школу, и музыкальной общественности, и просто общественности, они, конечно, поражены той красотой, в которой находятся дети. Александра Ясакова из Дзержинска с четырех лет занимается флейтой. Сейчас девочке 16, и она студентка колледжа при Академии имени Гнесиных. Для нее это не первое участие в мастер-классе Гаррета Маклернена. Однако вновь разобрать детали выступления никогда не помешает. Ирландский флейтист – один из ее любимых педагогов. И, видно, она приехала ради его урока. Мне безумно нравится Гаррет, мне безумно нравится, как он преподает. Он очень интересный человек, интересный композитор. Мне очень нравится участие в его мастер-классах. Такой восторг у учеников вызывает подход Гаррета к процессу обучения. Это должно быть не скучно, ведь мастер-класс длится 4 часа, а значит, нужно поддерживать интерес детей. Потому в зале всегда было весело, особенно когда ирландский флейтист в комичной форме разбирал ошибки учеников. Мне нравится, как в России ценят музыку. Здесь ее очень любят и ответственно к ней относятся. Российские дети нацелены на обучение. Они хорошо подготовлены и сконцентрированы. Они стремятся к процессу обучения, потому что это важно для них. Благодаря работе образовательного центра Юрия Башмета дети смогли перенять зарубежный опыт игры на одном из самых волшебных инструментов – флейте. Арсений Рогозянский, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.